Сегодня мы попробуем научиться создавать вот такую анимацию или футаж на прозрачном фоне для видео в ютубе. Вот как сделать такую кнопочку. Мы будем пользоваться вот этим сервисом PixTeller для создания вот этой анимации. Здесь можно выбрать анимированный пост и его использовать. По умолчанию у нас вот такая прямоугольная будет работа, но можно поменять пресет на другой. В данном случае у нас будет ютуб, поэтому будем брать вот такой размер. Теперь вот у нас есть тут белый фон, а нам нужен прозрачный. Поэтому выбираем здесь цвет и прозрачность выставляем на 0. И вот эти клеточки показывают, что сейчас у нас фон прозрачный. Добавляем прямоугольник вот сюда примерно. Ну тут у каждого какая фантазия уже будет, наверное, он сам себе подберет размер. Ну не слишком большой, чтобы не бесить всех. А вот линия направляющей показывает центр нашей работы. Дальше цвет у нас будет красный. И теперь нам нужна надпись. Надпись у нас будет белого цвета. Вот сюда мы пишем то, что хотим видеть. Подпишись. Дальше у нас пусть жирный будет и по центру выровненный текст. И теперь мы его вот сюда перетаскиваем. Вот так по центру. И если мы нажмем вот эту кнопочку, то у нас переместится в центр, а мы так не хотим. Поэтому будем по направляющим действовать. Теперь нам нужна рука. То есть лапка, которая будет нажимать на нашу кнопку. Images. Добавить картинку. Upload. И загрузить. В принципе, таких лапок полно в интернете. Можно ее взять там. Ну и она у нас, рука вот эта будет двигаться примерно вот отсюда. Ну, все заготовки готовы, поэтому переходим к анимации. Вот здесь кнопка анимации есть. Посмотрим, что у нас есть. По умолчанию у нас ролик длится 2 секунды, но нам это много. Поэтому, нажав левую кнопку мыши, передвигаем вот сюда на единичку. Так. Теперь смотрим. Вот это начало. То есть у нас картинка. Вот. Текст. Вот. Кнопочка сама. Вот мой фон. Теперь дальше. Что у нас в конце должно получиться? Рука должна у нас переместиться на кнопку, поэтому ее перемещаем. Текст. Кнопка должна как-то отозваться на нажатие, поэтому текст у нас пускай будет такой серый станет. А фон. Вместо красного, ну, тоже серый. Типа вот нажалась кнопка. Что вот у нас получилось? Здесь получается так, что у нас как бы кнопка сереет, то есть выцветает вместе с движением руки. А нам так не надо. Поэтому вот здесь на 0,5, скажем, секунд, сделаем что? Скопируем начальный кадр вот сюда. Shape. Copy. И теперь вот сюда. Past. Past. Текст. Copy. И вот сюда. Past. То есть мы посередине у нас еще рука будет двигаться, но ни цвет фона, ни цвет надписи еще меняться пока не будут. Посмотрим, что у нас получилось. Опа. Опа. Ну, вот таким образом. Естественно, можно сделать анимацию колокольчик, еще сюда добавить. Но это уже будет утомительно для урока. Поэтому сделаем вот так. Сохранить. Это будет у нас пискало. И теперь нам нужно сделать видео. Вот здесь есть кнопка Render and Save. Тут показывается время, сколько у нас потратится для того, чтобы создалось наше видео. Ну и в конце загрузить видео, которое у нас получилось. Ну вот, Download Render 4. Ну и можно после этого пользоваться созданной анимацией. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо, Стоп.